Мотоцикл Ява – мечта не одного поколения советских юношей. В конце 80-х, начале 90-х многим она казалась несбыточной. Но Александр Прохоров не из тех, кто легко сдается. Именно поэтому теперь он счастливый обладатель. Ява 638, 91-го года выпуска, на которой нет ни одной неоригинальной детали. В зрелом возрасте, да, искал практически с тех времен. В 2010 году я ее нашел в идеальном состоянии. На этом мотоцикле нет ни одной неоригинальной детали. Здесь все в оригинале, как и было из Чехословакии. Вплоть до того, что на шильдике Чехословакия. Ну, мечта сбылась. Несмотря на возраст, надежности этого железного коня могут позавидовать многие современные мотоциклы. За немалый пройденный путь он не подвел ни разу, как будто в знак благодарности за то, что когда-то его владелец не изменил мечте. Уже 16,5 тысяч я проехал. Это мои. Регулярно езжу в поддержке ночных волков Звенигорода, Одинцова. Команда, в принципе, одна. Колоннами. Ну и помимо этого езжу Москва, Одинцова, Звенигород. Летом хорошо в пробке. Недолго раздумывал при выборе мотоцикла и Одинцовец Дмитрий. Мощный двигатель, внушительные габариты и неприхотливость в обслуживании. Все эти качества объединил в себе Чоппер Ямаха Миднайт Стар 1300А. Мотосезон прошел отлично. Где были, что видели, куда ездили? Ну, в основном по Москве. Самое дальнее – это Балабаново, там дача у меня. В минувшую субботу в Одинцово, Звенигороде и Краснознаменске мотоклуб «Ночные волки» официально закрыл мотосезон. На центральную площадь ГДО приехали более 150 байкеров. Проводы лета получились, как всегда, зрелищными. От разнообразия двухколесного транспорта у прохожих разбегались глаза. А дети шустро перебегали от одного мотоцикла к другому. Хотели успеть посидеть на каждом. Только видел на двух колес. Вот такие я не часто видел. Мотоциклы. Конечно, Тихон, как любой мальчишка, мечтает прокатиться на мотоцикле. Но опытный байкер, призер областных мотосоревнований Олег Прохоров уверен, мысли о двухколесном транспорте лучше отложить до зрелого возраста. Считаю, что в раннем возрасте лучше не начинать. Если только, может быть, выступать где-нибудь на треке или ездить за какую-то команду, тренироваться, тренироваться. На дороге общественного пользования лучше выезжать уже в более зрелом возрасте. Это только подростки-максималисты могут позволить себе, вопреки здравому смыслу и правилам дорожного движения, езду на двухколесном транспорте без экипировки. Брутальные байкеры нередко на собственном опыте убеждаются, что без защиты на железного коня лучше не садиться. Но не только шлем украшает и спасает мотоциклиста. Практика показывает, что все. Начиная от шлема, заканчивая ботинками. Я так понимаю, что вы лично в этом убедились, к сожалению? К сожалению, я убедилась в этом лично. Расскажите, какие ситуации происходили с вами? Падения были. В прошлом году я попала в ДТП. Правила дорожного движения прописаны кровью, к сожалению. И я хочу, конечно, пожелать тем, кто хочет сесть на двухколесное транспортное средство, быть в экипе. Это шлем прежде всего, мотоботы, ноги надо беречь, естественно, какая-то там куртка. Да, это стоит определенных денег, но поверьте, что ничто не сравнится с жизнью и с переломными ключицами, руками, ногами и так далее. Мотосезон 2018 для ночных волков был насыщенным и обошелся без серьезных происшествий. И хотя на улице уже прохладно, но еще сухо, а значит, можно продолжить, как говорят байкеры, боясь суеверий, крайнее в этом году путешествие по маршруту Звенигород-Одинцово-Краснознаменск. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.